Библия Библия с самого начала, вы должны понять, что это очень странный памятник. Очень странный памятник, во-первых, потому что подобного ему по объему и цельности памятника древней письменности в западной части человечества, вот в религиях запада, к западу от Инда, нет. Нет ничего даже близко в Египте или в Месопотамии похожего на корпус Библии. Текстов-то очень много. Если их все собрать, их, наверное, будет даже больше, чем Библия. Но это разрозненные тексты, которые не выполняют вот такой вот единой функции. Так что Библия уникальна и потому, что она наиболее древний корпус, и потому, что это цельный корпус, и потому, что он целиком дошел до нас. Откуда же этот текст? Как он пришел к нам? Как ни странно, текстов Библии, более-менее синхронных времени их создания, или даже времени их первой записи, если читать, что они были записаны при Моисее, таких текстов не сохранилось вообще. Что позволяет, конечно, некоторым ученым говорить, что это намного более позднее произведение. Но мы с вами сейчас покажем и будем доказывать на каких-то примерах, что это не так. Наиболее ранний текст Библии, известный нам, это текст, как ни странно, уже переводной. Он текст не на еврейском языке, а на греческом. Дело в том, что в III веке до Рождества Христова, после походов Александра Македонского, образуется мир эллинистических государств. Этот мир эллинистических государств, это берега Средиземного моря, от Италии до Инда, и даже за Инд. Огромные пространства, которыми правят полководцы Александра Македонского и их потомки. И основным культурным языком является греческий язык и лингва франка, языком общения. Так же, как сейчас английский язык является лингва франка, так же, как в XVIII веке был французский язык, в Средневековье, как вы знаете, латынь. Вот так же тогда это был древнегреческий язык. И в любой школе, начиная от, не знаю, Бактрии и Сагдиан, то есть современной Средней Азии, и кончая, может быть, какими-нибудь Триполи и Бенгази в Ливии, Вот на этом гигантском пространстве любого ребенка, которого хотели сделать культурным, образованным человеком, его обучали греческому языку. И постепенно греческий язык стал во многих местах доминировать. В эллинистическом мире евреи по ряду причин расселились очень широко. И языком их общения становится уже, да, в синагоге они употребляют еще еврейский язык во время богослужения, но в быту уже используют греческий. И писание на еврейском языке плохо понимают, а то и вообще не понимают. Тем более, что их традицией, их писанием начинают интересоваться иностранцы, в первую очередь греки, которые любознательны ко всему новому, в том числе и к религиозному. И поэтому при Александрийской библиотеке начинается перевод библии на греческий язык, на классический греческий язык того времени. Очень красиво, кстати говоря. Этот перевод по традиции был сделан семьюдестью или семьюдестью двумя переводчиками. И поэтому он так и вошел в историю библейского текста под названием «Септуагинта», то есть «семидесятники». Перевод семидесяти. «Септуагинта». Это перевод 3-го, 2-го века до Рождества Христова. Надо вам сказать, что, конечно, текстов 3-го века и 2-го века до Рождества Христова, «Септуагинта» у нас нет. Но у нас есть очень ранние тексты. Эти ранние тексты на греческом языке – это так называемые Синайский и Ватиканский кодексы. То есть собрание в виде кодекса – это переплетенные пергаментные или папирусные листы. Это вот книга практически. Вот эти, то есть не свитки. Вы помните, что в античности античная книга – это свиток. Две палки, на них намотан свиток кожи или склеенный свиток папирус, он постепенно разматывается. А кодекс – это сшитые листы. Так вот, два этих кодекса – Синайский и Ватиканский – они сохранились 4-го века после, конечно, Рождества Христова. То есть они очень ранние. Удивительно, что самый древний Синайский кодекс раньше назывался Санкт-Петербургским кодексом. Его подарили из библиотеки Синайского монастыря Святой Екатерины, древнейшего монастыря, он до сих пор действующий, бесценное собрание древних текстов и древних икон. Его подарили русскому императору Александру II в монахе в благодарность за огромную помощь, поддержку и политическую, и финансовую этого монастыря, и вообще христианства Переднего Востока. И этот кодекс хранился в Санкт-Петербургской публичной библиотеке императорской. Но большевики его продали в Англию. Так что теперь он хранится в Британской библиотеке. Одновременно с этим, в I веке после Рождества Христова, евреи Палестины, они продолжали употреблять еврейский язык. В Бриту это был арамейский, но он, в общем-то, близок к еврейскому языку. Вот Библия на еврейском языке уже тоже была соединена и собрана. И этот текст называется масоретским текстом. От слова «мазор», «мазор» – «передавать», «передавать». И масореты – это были передатчики текста, то есть те, кто переписывали, запоминали, транслировали, обучали этому тексту. Вот масоретская библия – это библия, которая передавалась в еврейской традиции. Сейчас существует немало споров, какой текст более верный. Масоретский, потому что они отличаются. Или септуагин. Есть довольно много различий. Я думаю, что и тот, и тот тексты, они восходят к какому-то единой основе, ну, предположим, там, 4-го, 5-го веков до Рождества Христова. А потом некоторые происходят разделения в силу целого ряда причин. Но что интересно, да, и уже очевидно, что вот именно в 5-6 веках до Рождества Христова этот единый текст Библии, как я уже сказал, был сформирован, конечно, на еврейском языке. Но это не масоретская библия. Почему мы так, а это что-то немножко другое. Это мы знаем, потому что, да, но самый ранний текст масоретский, вот, который мы располагаем, самая ранняя версия масоретского текста восходит только к 9-му веку после Рождества Христова. Более раннего масоретского текста у нас нет. Но у нас появилось нечто другое совершенно замечательное, чего не было и что, в общем, произвело почти революцию библистики. Уже в начале 20 века в старой синагоге Каира, Генизи, были найдены еврейские тексты, отчасти соответствующие библейским книгам, отчасти совершенно им не соответствующие, какие-то другие тексты, но тоже явно благочестивые, там, и в конве Библии, которые были написаны в какой-то несколько иной традиции. Ближе к Септуагинте, но в чем-то и повторявшие масоретский текст. Но явно вот это более ранняя традиция. Эти первые тексты так бы и остались курьезом, если бы сразу после Второй мировой войны, совершенно, как всегда это бывает, случайно и неожиданно, не были открыты так называемые рукописи Мертвого моря. Рукописи Мертвого моря или Кумранские рукописи, как их еще называют, одно и то же, потому что местечко, где они были открыты, называлось Вадя-аль-Кумран. То есть, Вадя, вы помните, это сухое русло реки, Вадя-аль-Кумран. Вот эти памятники очень интересны. Принадлежащие довольно большому временному диапазону, то есть, написанные с III века до Рождества Христова, до конца I века после Рождества Христова, они в начале II века после Рождества Христова были спрятаны, замурованы в пещерах в разном виде, в виде свитков, в виде надписей даже на тонком металле, надписей на коже, разного типа. В целом, ряде пещер в глухой пустынной местности, недалеко от западного берега Мертвого моря. Так вот, рукописи Мертвого моря показали, что весь этот библейский канон существовал на еврейском языке, по крайней мере, вот в эти последние века до Рождества Христова. Потому что полностью или во фрагментах были найдены все книги Ветхого Завета, написанные на еврейском языке. Вы знаете, что часть книг поздних, они есть только на греческом языке. Из них многих мы не нашли. Многих ученые не нашли. Но все книги основные Ветхого Завета, кроме книги Исфирь, найдены среди рукописей Мертвого моря. И большое количество других текстов. Так что теперь для нас совершенно ясно, что эта масоретская традиция имела свою предысторию. Но книги Кумрана ближе во многих местах разночтение между масоретским текстом и септуагинтой, они ближе к септуагинте, чем к масоретскому тексту. Посмотрите, как переживают индийцы веды. Это вечный текст. Тексты, явленные, фактически, богами, услышанные Риши, услышанные провидцами. Это вечные тексты, которые существовали в незапамятные времена. И никто на самом деле не знает из ученых, когда были созданы веды. Ясно, что они существовали очень давно. Как воспринимают, скажем, древние китайцы вот эти древние тексты китайского пятикниж. До Конфуция и Лао Цзи. Вот эти Шитзин, книга истории Шутзин. Это древнейшие тексты, которые пришли из глубочайшей древности. И так почти у всех народов. Вот религиозный памятник освещается его древностью. В Египте никто никогда не задавался вопросом, кто создал тексты пирамиды или текст саркофагом. Это древнейшие, безусловно, глубоко доисторические тексты, устно транслировавшиеся, потом стали записывать, когда появилась письменность. С Библией все совсем не так. Библия очень конкретна. Мы не только знаем из самого текста, когда она была записана. Но мы знаем из самого текста, когда она появилась. Когда эти события начали происходить. Библия вся связана со временем. По одной простой причине. Что народы Китая, Индии, Египта. Это народы, которые жили на этой земле с глубокой доистории. Мы знаем, что египтяне жили в долине Нилы с 7 тысячелетия до Рождества Христова. А до этого жили в окружающей Саванне. Потому, что на Ниле жить было просто невозможно. Были болота. Мы знаем, что в Китае люди тоже жили чуть ли не с раннего палеолита. Мы знаем, что в Индии тоже один из древнейших очагов человеческого бытования. Но мы ничего подобного не можем сказать и еврейском народе. Мы не можем сказать, что еврейский народ всегда жил в Палестине. Или вообще где-либо, когда-либо всегда жил. Дело в том, что, вот скажем, шумеры, они не жили всегда в Южной Месопотамии. Они пришли в нее в 6-5 тысячелетии до Рождества Христова. По всей видимости, из северо-западной Индии. Но мы до конца не знаем, откуда. Но в любом случае, они до этого жили в этой северо-западной Индии. Или где-то еще. Это народ, который был давным-давно, но который просто сменил свое обитание. Такое тоже бывало. А, что касается евреев, мы не можем сказать, что они жили на своей исторической родине, значит, в нынешнем Израиле. Или где-то еще жили и пришли в Израиль. Из самого текста Библии мы узнаем. И нам нет оснований в этом сомневаться, что евреи – это народ, возникший в истории. Так же, как и его Библия. Что когда-то их не было. Это удивительное и исключительное явление. Библия – это разрыв с традицией, а не продолжение традиции. Так же, как и само появление нового народа в историческое время. Здесь идет о взрывном появлении народа. И у нас нет оснований считать, что это не так. И вот это появление народа, оно связано с одним очень характерным моментом, который называется в истории Библии призвание Авраама. Академия Авраам